У нас сегодня особенный гость — это генеральный менеджер Data Art Михаил Завилейский. У Михаила 10 лет опыта программирования, затем он перешел в менеджмент организационный и сегодня расскажет нам о тонкостях организационного дизайна. Давайте же поприветствуем его. Спасибо большое за представление. Сегодня Data Art guest номер 40. На самом деле я действительно был программистом, потом прибился к Data Art и первые несколько месяцев был программистом среди программистов, а потом мы начали расширяться, и мне хватило наглости нанимать программистов лучше себя, потому что мне было меньше всех страшно и больше всех хотелось. Вот так повелось. С тех пор я занимаюсь менеджментом. Я сегодня буду рассказывать про вещи, близкие к тому, чем я занимаюсь на ежедневной основе, но я все время вспоминаю, когда готовлю такие представления, визит в компанию Microsoft, российское подразделение в Москве, и у меня там работал знакомый, который меня поводил по разным частям, а потом сказал, что вот там кабинет президента, и там стояли какие-то умные люди. Но это, говорит, наше начальство, они уже в стратосфере, это неважно, они уже оторвались от всего. Вот я немножко, к сожалению, уже в стратосфере, поэтому у меня большая просьба к вам. Я могу очень увлеченно, непонятным языком начать говорить о чем-то, что волнует очень сильно меня. Вы не стесняйтесь, в любой момент прерывайте, задавайте конкретные вопросы. У меня сегодня нет какого-то большого связанного рассказа, в котором нужно отследить какую-то безупречную логику. У меня сегодня цели достаточно простые, познакомить вас с какими-то интересными источниками знаний и заставить кое о чем подумать. Вот, но это будет эффективнее, если это будет реально ближе к IT Talk, то есть будет больше вопросов, больше интерактива и меньше моего потока сознания. Конечно, если будет больше потока сознания, запись выиграет, но вы получите меньше пользы, я подозреваю. Немножко про нашу компанию и почему я рассказываю о том, о чем рассказываю. В 18 лет уже существует Date Art, родился в 1997 году в Нью-Йорке, в США, потом открылся первый офшорный лот из 1998 года в Петербурге, в России, потому что сами основатели были из Питера. И это была такая микроскопическая сделка по поглощению, была куплена маленькая компания, и я был ее частью. В общем, я это организовал к своей большой удаче. И с тех пор я работаю в Date Art, в одной компании, когда все это начиналось. Трудно было себе представить, что это будет длиться столько времени, но это вот все длится и длится. Уже 18 лет мы развиваемся, мы уже развиваемся в 10 странах. Сначала это было США, потом это было США-Россия, потом вектор развития ушел в Украину. Только казалось, что мы уже достигли нирваны, диверсифицировали наши операции. У нас половина разработчиков в России, половина в Украине. Как клиенты начали говорить, вы с ума сошли, у вас страшный политический кризис. И как же вы будете продолжать волей-неволей? Ну, как бы, вот это можно рассматривать как угрозу. Было, в общем, ужасно обидно. И с тех пор я политиков не люблю вообще там, в принципе. Всех, в общем, почти. Особенно некоторых. Но всякую неприятность можно использовать как возможность. Мы решили смотреть на это как на возможность. Мы ничего не остановили ни в России, ни в Украине. К счастью, никаких проблем у нас внутри компании не возникло и не возникало, как и в других IT-компаниях, впрочем. Но для успокоения клиентов мы открыли офисы в Аргентине. Когда спрашивают, почему в Аргентине, я отвечу, потому что на А. Потом в Польше. Ну, как бы, чтобы было там типа Аргентина, там пять человек сидит. А потом уже там типа Россия, Украина. Это уже потом по алфавиту. Пол, он тоже втесался в этот список пораньше. В общем, открылась Польша. Сейчас, следуя алфавитным принципам, мы вот еще в Болгарии открыли офис. То есть мы так оттеняем. Тем не менее, все равно 90% плюс всего, что у нас происходит, происходит на русскоязычном пространстве. Это тоже большая проблема, потому что сейчас мы пытаемся перейти на английский, говоримся плохо и странно. Но тем не менее, пытаемся как-то сделать реальной международной компанией. Это все очень интересно наблюдать, да, потому что то, что мы делаем, мы делаем оппортунистически. Предоставляется возможность, появляются угрозы, есть какие-то люди, есть у кого-то какое-то желание. Мы выбираем из того, что хотят люди, сделать то, что нам кажется осмысленным. Несмотря на вот такое вот бесплановое хозяйство, да, сейчас ДТАрт уже приблизился к магическому рубежу в годовые обороты в 100 миллионов долларов. И у нас никогда не было самого главного начальника. Компания всегда развивалась райова. То есть, ну, всегда были люди, кому больше всех надо. И всегда эти люди тянули компанию вперед. Безусловно, всегда следили за зонами ответственности, всегда за чем-то наблюдали, но иногда случались странные вещи. Да, я, например, когда стал совсем уже менеджером, и не только проект-менеджером, не только IT-менеджером, стал осуществлять функции операционного менеджера, организационного менеджера. Это было через три года после того, как появилось подразделение в Петербурге. Я с удивлением обнаружил, что у нас, например, не было бухгалтерии первые два года. Ну, совсем. Деньги никто не считал. Вот, просто их снимали с карточки, раздавали как-то неформально. Но это не мешало, как бы, да. И с тех пор у нас, конечно, бухгалтерия есть, но это тоже не мешает. Я об этом потом порассказываю. Оно нужно не для того, чтобы регулировать процессы внутри. У нас никогда не было каких-либо уточненных целей, да. Единственный человек, который ставил перед нами цель, это Миша Зайцев. Это второй наш крупнейший владелец, тоже находится в Нью-Йорке. И он очень говорил, что моя цель построить Two Billion Company. Его спрашивали, что это Two Billion, что это цена, обороты или еще что-то. Неважно. Это хорошо звучит. Мы всегда ржали, когда он такое говорил. Вот, может быть, когда-нибудь досмеемся. И последнее, что интересно, что у нас один раз только был настоящий написанный бизнес-план. Он был один раз, когда мы решали привлекать внешние инвестиции. Мы их почти все вернули, кроме тех, которые обратно брать не хотят, дружественные люди. Не пригодились. И с тех пор мы прописанных бизнес-планов не держим у себя, потому что они устаревают обычно к моменту написания. И вообще то, что бизнес-планы, которые выходят из под рук людей, которые реально понимают в IT-бизнесе, это какой-то ужас. То есть, по ним никогда ничего не происходит. Деньги считать инженера, в общем, к моему удивлению, умеют достаточно плохо. Поэтому определенные вещи типа операционного плана у нас есть, а бизнес-планы у нас нет. Ну, это была все разминка, да, я потянул время, пока наступило магические 10 минут, да, теперь можно перейти, наконец, к содержанию сегодняшней презентации. Надеюсь, что все, кто успели прийти, пришли. Это важный слайд, наверное, самый важный в сегодняшней презентации. Я несколько раз делал IT-токи по поводу книжек. Это будет IT-ток тоже по поводу книжки, но не совсем. Потому что домыслов моих будет, наверное, примерно столько же, сколько извлеченного чего-то из книги, но я ее использовал в качестве источника вдохновения. И еще я убедился, что, ну, сколько ни рассказывай, все равно все понимают свое, потому что то, что я рассказываю, смешивается с контекстом, смешивается с какой-то историей, с размышлениями в момент разговора. И неплохо бы к чему-то вернуться. Пересматривать видеозаписи такого рода лекции вообще неинтересно. И даже отталкивающе обычно. И поэтому полезно почитать какую-то книжку, которая уже на вашем собственном контексте, может быть, натолкнет вас на мысли, которые будут в чем-то похожи или так же полезны, как это было для меня. Итак, книжка называется Thinking Last and Flow. Написана она Нобелевским лауреатом, психологом по образованию. Нобелевку он получил в области экономики. Дэниом Канеманом. И книжка посвящена тому, как можно разбираться в работе того, что мы называем нашим мозгом, сознанием, разумом и всем таким. В общем, базируется это все как раз на тех исследованиях, которые принесли автору Нобелевскую премию, а конкретно на том, что за нас большую часть времени думает некая интуитивная автоматическая система, которая одни вещи умеет делать хорошо, а другие вещи умеет делать не так хорошо. И как себя корректировать, как себя держать в руках, можно научиться примерно по этой книжке. Эта книжка породила целую серию похожих книжек других авторов. Вы можете почитать ее, вы можете почитать всякие компиляции и пересказы. Все это примерно равнополезно, потому что описывает похожие подборки психологических экспериментов, которые меняют наше представление о том, как мы думаем о происходящем, как мы подходим к решению тех или иных проблем. Ну, сначала, поскольку мы сегодня говорим об организационном развитии, поговорим по поводу, что такое организация. Я не буду сейчас, мы с Завом потом поговорим, да, я сейчас просто скажу, что я понимаю под организацией, так всем будет проще. Вот мне кажется, что организация, да, это просто группа людей, организации, о которых мы говорим, состоят из людей и только из людей. Которая пытается перейти из какого-то места в какое-то. И организация всегда двигается вперед, по крайней мере, во времени. Пока у нас есть время, мы можем выбрать, куда двигаться в пространстве. Ну, в физическом пространстве это легко себе представить. На самом деле, из-за того, что у меня образование физическое исходное, я себе представляю всегда это в виде фазового пространства. У нас есть множество каких-то параметров, измеримых, неизмеримых, осязаемых, неосязаемых, которые описывают нашу организацию. Мы их каким-то образом меняем или они меняются сами по себе, когда мы не знаем, что на самом деле происходит. Но вот если все эти координаты выписать, то они пишут какую-то область в пространстве, и мы перемещаемся в другую. Что мы можем делать, когда нас несет течение времени? Мы можем пытаться делать более-менее осмысленное действие для того, чтобы оказаться в той фазовой области, которая нам нравится больше. Вот что делает типичная организация для того, чтобы управлять этим своим движением? Как можно влиять на движение большой организации? Многие организации в начале своего развития считают, что есть начальник, и он говорит всем, куда все двигаются. Или есть небольшая группа, она договаривается, двигается куда-то. Мир представляется достаточно простым. По мере роста организации начинаешь понимать, что даже в физике задача трех тел не решается аналитически. То есть два тела формулами описываются, а третий тела уже нет. Нужно моделирование применять, чтобы понять, как они будут взаимодействовать. То же самое и с организацией. Там даже один человек уже плохо предсказуем. А если больше одного, то предсказать, куда оно пойдет, очень трудно. Что люди делают? Куда двигается организация? Что делают люди? Люди делают то, в чем они видят смысл. Это самое широкое определение. То есть бывает, что мы делаем то, чего нам хочется. А бывает, что мы можем потерпеть и не делать этого, если видим в этом смысл. Поэтому это очень важно. Организация производит смысл. Стратегии, цели, задачи, культура. Все, 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 все. Это большое пространство смыслов, которые бытуют в организациях и определяют поведение людей. Дальше организация пытается координировать деятельность людей, которые в организации находятся. Почему? Потому что если они будут все действовать абсолютно не координированно, то эффективность будет очень низкой этой организации. И люди, которые примкнули к организации с каким-то большим смыслом, они сочтут ее неэффективно и присоединятся к другой, лучше скоординированной. Координация означает меньшее рассеяние энергии внутри организации. Когда мы все вместе что-то делаем, мы пытаемся добиться цели, но если мы абсолютно несовместимыми способами это делаем, мы будем ссориться, сотрясать воздух, но никуда не двигаться. Дальше организация старается управлять ресурсами. Это единственная часть, которая поддается моралис более-менее научному менеджменту. Еще организация принимает решения. Это вот самая последняя строчка, мистическая, потому что что значит организация принимает решения, кто все эти люди, как она принимает решения. То есть, ну, предположим, я написал на доске 4 пункта, и мы все проголосовали. Мы приняли какое-то, кто принял решение? Мы вместе, да? Нет, его и принял я, потому что написал все 4 пункта, которые мне нравятся. Еще 1500, которые мне не нравятся, я на доске не писал. Тот, кто делает повестку, тот принимает решение. Те, кто голосуют, те думают, что они принимают решение. А тот, кто написал повестку, да, он не понимает, что за него приняли решение еще многие люди, которые поговорили с ним предыдущие дни, и там его семейные обстоятельства. И может быть плохой завтрак, который он съел в этот день, и из-за этого он злой. На самом деле, о принятии решений, ну, в основном мы будем сегодня говорить. Остальное было для контекста, да, и о том, как с этим все непросто, как делать выборы. Надо понимать, что время не остановить, да, что среда изменяется. Вообще, если говорить про продвинутых менеджеров, да, то один из критериев, на которые я всегда смотрю, из кого будет большой толк, наверное, в будущем, следующий. Все люди представляют окружающий мир как-то себе, да, почему? Потому что мы же не можем каждый раз сверяться с тем, что происходит. У нас есть какая-то модель в голове, карта там, ну, кто какие-то теории читал, по которой мы и определяем свои будущие действия. Важно, если у человека в голове эта карта статичная, и вот он отвернулся, ему кажется, что все застыло, и пока он не повернется, он не пересинкается, да, там, как изучает его в голове, друзья, с которыми он расстался 10 лет, они все на той же работе сидят, и у них все тоже ситуация. Если то, что они отвернулись, да, в компании, что-то там происходит, оно происходит само собой, вот, и только когда он приложил руку, это приобрело осмысленное движение. Вот люди с таким восприятием, да, они очень неэффективны, потому что им постоянно нужно сверяться с реальностью для того, чтобы корректировать свою картину мира. Те, у кого голова населена активными агентами, кто постоянно представляет мир как множество конкурирующих, действующих в своих интересах, активных людей, да, и рассматривать ситуацию в динамике, невозможно предсказать действия каждого человека с точности или там конкурентов или еще что-то. Но само допущение интуитивное о том, что все оно движется и развивается, оно очень важно, потому что иначе мы будем думать, что так, пускай весь мир подождет, я сейчас что-то сделаю, мир ждать не будет. Изменения в среде происходят всегда, организация находится в активной, быстро изменяющейся конкурентной среде. Ну и, собственно, взаимодействие с средой – это единственное то, что дает информацию. То есть, если организация плохо взаимодействует с окружающей средой, она ничего про нее не знает, и она будет развиваться, изменяться в каком-то неправильном направлении. Почему это тоже все в книжке написано? Ну вот метафора, я так вот поговорю рационально, а метафора, которую я хочу использовать, ну, например, рафтинг. Вот несет рафт по реке. Все принимают решения, все стараются координироваться, все стараются что-то делать. Могут они там поперек к реке поехать по суше? Ну, могут, это будет неэффективно очень. Вот, можно это все перевернуться? Может. Ну, большинство тех, кто катается на рафтах, надеются, что они не погибнут в процессе этого, да, они смогут все перезапустить. К счастью, когда организация обанкротится или выходит из бизнеса, сотрудников не убивают сейчас, вот. Поэтому мы все находимся в достаточно приятной модели, да, и можно ли рискнуть? Ну, можно, это будет наказано некими неприятными событиями, да. Но вот надо понимать, что не надо думать, что мы рафтом рулим, как катером в безбрежном океане, да, нас несет течением воды, течением времени, мы встречаем препятствия, мы встречаем какие-то события, мы принимаем решение принять определенные риски, отказаться от определенных рисков, мы стараемся не перевернуться, но даже если не перевернемся, если мы воодушевлены, мы поставим все на место и поедем дальше, ну, или, наконец, выйдем на берег, обсохнем и начнем жить дальше, да. Вот это типичная метафора, которую я в себе в голове использую, да, и когда мы понимаем, что мы вот течем в этом течение времени, да, движемся в течение времени, в течение реки, мы понимаем, что мы не можем приехать, куда хотим, нам нужно понять, куда течет река, какие у нас обстоятельства, мы можем решить, куда толкать, мы не можем ткнуть пальцем вместо на карте и сказать, мы хотим приплыть сюда, вот, так не получится, да, если подразумевать под этим фазовое пространство организации. Теперь обратно к книжке, которая все объясняет в рамках нашего сегодняшнего контекста. Я слышал про идею того, что у нас в голове не одно что-то, а чего-то много, ну, на самых разных лекциях и на самых разных бизнес-презентациях. Называют это по-разному. Кто-то говорит, что это интуиция и рациональное мышление. Кто-то говорит, что это лимбический мозг и неокортекс. Кто-то называет это другими, еще более научными терминами, да, которые я сейчас боюсь переврать, поэтому воспроизводить не буду. Но, мне нравится, собственно, книжка Каннемана, потому что он сказал, ладно, давайте не будем называть это какими-то хитрыми словами, чтобы не давать негативные и позитивные оценки, да. Мы назовем это Система-1 и Система-2. Безумно оригинально, но практично. Система-1 это что-то, что сидит внутри нас и что никогда не спит, это то, что производит сновидение, это то, что дает нам интуицию, это то, что управляет нашим механистическим, рефлекторным, инстинктивным поведением, это быстрая, никогда не спящая, энергичная, интуитивная часть нашего бытия. Кто-то называет ее подсознанием, еще чем-то, но это постоянная деятельность мозга, на самом деле электрическая, которая на самом деле и генерирует большую часть того, на основе чего мы принимаем решения, рассуждаем и так далее. Система-2 это кусочек мозга, который отвечает за рациональное мышление, который слабенький, медленный, винилый, он умеет говорить немножко, вот, это часть мозга. Она умеет считать очень плохо, да, вот, посмотрите, да, вот, первая система отвечает за распознавание изображений. Ну, сейчас компьютерные системы приближаются к способности людей распознавать изображения, да, некоторые классы изображений, они даже уже распознают почти так же хорошо, как голубь. Ну, на массу мозга голубь чемпион по распознаванию там определенных объектов. У него очень заточенный, очень эффективный мозг, там вообще мозг рептилий и птиц пошел по другой ветке развиваться, и у них некоторые функции показывают, ну, похожую вещь там на риск системы, да, маленькая штучка, она может работать в определенном диапазоне, очень круто. Так вот, наша, вот, первая система, да, она способна делать вещи, которые, там, под силу достаточно продвинутому компьютеру сегодняшних дней, да, считаем мы хуже, чем калькулятор, да, еще его появление в голове, да, там, типа, перемножение в голове двух двузначных чисел, как показывается в книжке, практически блокирует нашу способность быстро ходить. Вот, потому что все ресурсы шоу, чтобы перемножить два двузначных числа мозговые, да, настолько, настолько слабенькая эта часть и настолько неэффективна. Вот, она ленива, мы предпочитаем не думать, когда можем. Думаем мы только, когда нам очень хочется или когда приперлый. Вот, первая система, да, она сразу видит все вещи и потом, она видит их не только во времени, но и не только в пространстве, но и во времени. В отличие от второй системы, которая рассуждает и пытается построить логические цепочки. Система 1, она учится на коротких циклах, то есть, там, приложил руку к чайнику горячему, о, гречу, теперь боимся чайника, научились с летом, да, если там, не знаю, сходил на радиоактивную поляну, через год умер от лучевой болезни, ничему система 1 не научится, никогда не свяжет одно с другим, потому что прошли большие периоды, да, и связать сильно стоящие во времени события система 1 не может. Вот. Система 2, она умеет учиться на длинных циклах. Умеет и на коротких, но умеет на длинных. Иногда эти циклы бывают очень полезными, иногда она их сама себе придумывает, и тогда она учится чему-то ненужному, там, суевериям, ложным представлениям, еще чему-то. Ну, самое интересное, да, система 1, говоря компьютерным языком, она содержит, кроме модели мира, кроме того, чему мы научились подсознательно, там, типа, во время нашего, там, детского развития, во время нахождения в социуме, она еще содержит генетическую память, то есть, знаешь, какие-то воспоминания о том, что было с предками, там. Психологи мерили воздействие разных звуков, например, человек больше всего боится записи рыка-ягуара, да, судя по росту частоты сердечных сокращений, там, зрачкам и так далее. Ну, почему? Ну, потому что ягуары были главные охотники на обезьян, с которыми мы когда-то вместе развивались, да. Поэтому мы до сих пор подсознательно боимся больше всего, если мы научились бояться чего-то другого больше, нормально, да, но при прочих равных, да, у нас есть генетическая память. Система-2 такого ничего особо не содержит, вот, и она умеет за то делать, что она умеет программировать систему-1, причем делает это очень эффективно, да. Ну, все, наверное, видели ролик, который очень любят показывать в разных передачах, да, про две команды, которые передают мяч и обезьяну, которая идет на заднем фоне. Не видели? Ну, многие, наверное, видели. Но суть заключается в чем, да, это эксперимент, который показывает, как сильно мы умеем принаправлять свое внимание. Значит, две команды, одна в белом, другая в черном, играют в какую-то игру, передают мяч. Аудитории говорят считать, сколько передач сделала команда в белом, сколько раз передала мяч. Все фокусируются на этом. В середине ролика выходит человек в костюме обезьяны, проходит через весь кадр и уходит, да. Те, кто считали, исправно считали передачи, не видят обезьяны. Вот. И это работает, ну, у меня коллега очень любит показывать этот ролик там на наших тренингах по аккаунт-менеджменту, Леша Филимонов, и, ну, реально это работает. Те, кто не знают прикола заранее, как бы, те не видят обезьяны. Практически никогда. Почему? Потому что мы запрограммировали нашу систему, сказали, так, фильтруй все, сфокусируйся на этом. Там, там, система 2 медленно считающая, говорит, я буду считать. Система 1, давай, убери все лишнее, я слабенькая, мне нужно показывать только что считать. И система 1 подчиняется, да, и она начинает нам показывать только то, что надо считать. То же самое происходит, когда мы быстренько, вот, в любой ситуации приходим к какому-то важному умному решению. Первая, пришедшая в голову идея, которая нам показалась хорошей, выбрасывается в системе 2, обычно критиковать трудно. Она говорит, система 1, хочу, радости, подтверди мне. И система 1 начинает отфильтровывать все, что противоречит нашей гипотезе и подгонять факты, которые ее поддерживают. Так мы с необычайной легкостью по единичному событию приходим к систематической теории, вместо того, чтобы применять статистический подход. Например, кто из нас в любой своей деятельности, профессиональной, бытовой, сделал что-нибудь и получилось хорошо? Кто решил провести 3 контрольных эксперимента и сделать по-другому? Чтобы посмотреть, не получилось ли еще лучше? Нет, мы будем продолжать делать хорошо, даже если далеко не так хорошо, как могло бы быть. Вот это почти стопроцентный паттерн. Иногда за счет высокого сознания мы можем действовать иначе. Или, например, вы идете, да, там типа наступили на грабли. Кто еще раз наступит на контрольные грабли 1-2 раза, чтобы проверить, нет ли в этом чего-то, да? А стоило бы, потому что, ну, негативный опыт без статистического движения тоже не о чем говорит. Но мы мгновенно научаемся, потому что система 1 вообще нами рубит. Но самое интересное, потому что система 2, как я уже говорил, она в значительной степени контролирует нашу речь. Система 1 очень сильно обслуживает этот процесс говорения. А тут отсюда всякие оговорки по Фрейду, заговаривания, там, странности действий наших. Но, тем не менее, система 2 очень близка к коммуникациям. Поэтому наш коммуникационный канал, построенный на речи, на самом деле, да, работает очень эффективно. Он создал цивилизацию. Но все, наверное, слышали, да, что через другие модальности, через невербальные каналы мы получаем информации гораздо больше. Вот приходит человек и дает какие-то правильные слова, а мы ему не верим. Почему? Например, у него глазки бегают. А кому-то в детстве рассказали, что человек с бегающими глазками, он преступник, он нехороший, бабушка так говорила всегда. Не верь, будем с бегающими глазками. И это куда-то там в подкорку ушло, да, и после этого человек, это реальная история, да, там типа, не бери его на работу, ни за что у него глазки бегают. Но бегают и бегают. Нормальный человек отработал много лет, так глазки бегали и бегают, да. Но уже все интервью, которое он прошел блестяще в глазах нашего эксперта, не играло никакой роли из-за бегающих глазок. Это вот постоянные проблемы, да, которые возникают из-за того, что система 1 на самом деле делает нам массу подач, она принимает за нас массу решений. А система 2 включается только, если мы сделали сознательное усилие для того, чтобы ее использовать. И вот книжка достаточно толстая, она вся посвящена примерам из многочисленных областей, которые будут убеждать вас раз за разом, как это работает, и что, вообще говоря, нужно разумным образом систему 2 использовать. Ее нельзя использовать все время, потому что никаких сил человеческих не хватит. Но чем больше и чаще вы ее используете, тем больше толку будет. Значит, о чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня поговорим о некоторых задачах из области стратегии, от стратегии какого-то проекта до карьеры в фирме. Мы поговорим про то, как непросто быть лидерами в сложной среде с этой точки зрения, о том, что делать с тупиками и ловушками. Вот если мы движемся к будущему, которое мы себе определили, и оно нам нравится, то что такое стратегия? Стратегия – это понятие о той области, куда мы хотим попасть, и о представлении, что мы будем для этого делать. Вот в самом широком смысле. И мы движемся к какой-то извилистой траектории. Сколько путей нас ведет обычно к хорошему конечному состоянию? Да не с честью, огромное количество. Если среди этих путей заведомо неверно. С моей точки зрения, эти неверные пути, заведомо негодные попытки можно совершить. Если, например, я хочу, чтобы вы прилично отнеслись к моему сегодняшнему выступлению, наверное, будет заведомо негодная попытка сейчас уйти. Это будет тупо, некрасиво и так далее. Поэтому попытка заведомо негодными средствами достичь моей задачи принести какую-то пользу, какую могу. Соответственно, заведомо негодные попытки бывают, но они бывают двух типов. Они бывают тупики, но когда мы идем и понимаем, что оно нас не ведет туда, куда нам надо. Оно может и неплохо, и мы можем идти туда абсолютно в согласии с нашими процессами, но не идет оно к цели. Ничего страшного. Когда мы идем к такому тупику, там что главное? Это вовремя понять, что мы идем не туда и пойти обратно. И не плакать от того, что мы зашли не туда. А бывают ловушки. Ловушки – это когда нас вытряхнет. То есть, что такое ловушка? Если компания потратит все свои деньги и будет нечем платить зарплату, это ловушка. Ну, трудно будет удержать всех сотрудников компании без зарплаты длительное время. Если мировая экономика разбалансирует себя так, что падает в глобальную рецессию или еще во что-нибудь, это ловушка. Ловушки связаны с большими рисками. Если ребята выпали из рафта на этом водопаде и там вниз еще 5 метров, на этой верхней фотке, то это тупик, это неприятность. А если там 100 метров, то это скорее всего ловушка, они там убьются. То есть, нам всегда нужно помнить, что есть места, да, есть способы делать неправильно, которые ставят крест вообще на всем нашем существовании и на существование организации в той или иной форме и вообще на всех возможностях достичь чего-то. А бывает просто попытки зайти не туда. Вот с моей точки зрения избежать тупиков невозможно. То, на чем сфокусирована должна быть наша компания, да, и то, на чем должна быть сфокусирована наша организация, и мы сами, это на то, чтобы по возможности избегать ловушек, вот, по возможности избегать, и для этого использовать систему 2. Ну и не расстраиваться от того, что мы зашли в какие-то тупики. Это важный момент. Дальше. Значит, мы поговорим про, немножечко, почти совсем не будем говорить про инструменты бизнес-планирования, я только обзор на их, ну, что такое все инструменты бизнес-планирования, да, это такие подпорочки для системы 2, чтобы мы не забыли ее включить, поприменяли, там, потренировали ее. И побольше поговорим про организационные шаблоны, которые позволяют нам не забывать этого всего. Ну, вот, давайте чуть-чуть про инструменты бизнес-планирования, да. Ну, вот, традиционные инструменты бизнес-планирования находятся слева, да, все, наверное, знают, там, свод, да, все знают, что это такое. Там, распределили по квадратам, плохое, хорошее, с потенциалом, там, с угрозами и так далее. Диаграмму Ганта, да, ну, все видели в проекте, наверное, кто занимается софтверными проектами. Показывают взаимосвязи временные, да. Там, цели, надо сформулировать для компании, цели, миссии, ценности. Типичные упражнения, да, там, или выбрать конкурентную стратегию по порту, например, кто занимался там. Это типичные инструменты бизнес-планирования. Чем они хороши? Ну, тем, что позволяют, может быть, использовать систему 2 для того, чтобы решить свою задачу. Если их использовать негодно, то система 1 с легкостью подменит те вопросы, которые нужно исследовать этими инструментами, более простыми вопросами. То есть, ну, там, свод, анализ. Давайте вместо того, чтобы действительно подумать о том, какие возможности, какие угрозы есть там для нашего бизнеса и все такое, давайте просто заполним квадраты правильными словами, которые попадают в соответствующие места, которые нам придут в голову. Мы получим красивую картинку, а потом на нее посмотрим и на основании этого зыбкого фундамента сделаем далеко идущие выводы. Потому что выводы делать мы любим, да, а погружаться в суть вещей и пытаться анализировать мир нам тяжело. Мы берем, как описано в книжке Кономана, да, то, что доступно, то, что, может, мы прочитали вчера в газете, то, о чем подумали недавно, то, что там каким-то левым ассоциациям проснулось, да, в нашей главе, вместо того, чтобы действительно фундаментально разобраться, что наиболее релевантно нашей задачи. То же самое там с диаграммой Ганта, да, там, ну, давайте так, у нас есть, там, у нас в компании 5 человек, нам нужно освоить такой бюджет, давайте разрисуем, как мы будем еще делать вслед за этим, ну, эту часть напишет, это соединил и все, да, ну, нормальная, на самом деле, ну, диаграмма получается красивая, вроде как все должны по этому работать, был в этом смысл, не было смысла, ну, надо ее нарисовать, ее нарисовали. Это все подмены, действительно, какой-то глубокой оптимизационной работы и просто задачей, там, типа, выполнить упражнение, как вот в школе нас получили, упражнение выполнил, потерку получил, сдал, молодец. То же самое здесь. Вот value add может быть, может не быть от этого. Есть альтернативные, латеральные способы, там, типа бизнес-планирование, это из книжек Дебона, там, он это слово, по-моему, придумал, те, которые разрывают вот наши подсознательные шаблоны, да, там, красивого оформления, интуитивных, первых попавшихся в голову людей. Ну, 7 шляп, я на ней останавливаться не буду, там, очень популярная вещь, там, давайте сфокусируемся на том, как мы себя ведем, а не на том, какую задачу мы решаем, да, тем самым мы попрограммируем интенсивно нашу систему номер один, и за счет этого, за счет того, что мы ее попрограммировали разным способом, мы увидим картинку с разных сторон. То есть сначала мы будем критиками, там, потом мы будем поддерживать, потом мы будем, там, преломлять, еще что-нибудь, да, но из-за того, что мы искусственно перепрограммируем себя и перепрограммируем свой подход, мы сфокусированы не на самой идее, а мы сфокусированы на том, чтобы подойти к ней каким-то особым способом, да, мы гарантированно получаем разные взгляды, да, ну, там, не Демона это изобрел, я уж не помню, там, где, но где-то в древнем мире была традиция судить преступника в пьяном и в трезвом состоянии два раза, да, и только если и так, и так виноват, тогда его сажали, да, если в одном из состояний казалось, что не, вроде нормальное, можно отпустить, да, нет уверенности, это вместо суда присяжен, потому что важно уметь посмотреть на одну ситуацию немножко в разных состояниях. Очень хороший механизм сценарный анализ. Я о нем когда-то отдельно рассказывал на эти токи тоже. Например, мы хотим разработать стратегию развития компании, проекта, еще чего-то. Давайте подумаем, какие события в прошлом происходили, которые оказали влияние на наши планы и не позволили нам добиться того, что было, ага, кризисы, там, ключевой человек ушел, там, заболел кто-то, клиент обанкротился, еще чего-то. Давайте выпишем вот такие события, которые были для нас значимыми. Потом, там, возьмем, и когда будем составлять план, будем случайно вытаскивать пару бумажек и смотреть. Вот так. Вот в этом квартале произойдут вот эти события. И что будет тогда? А потом еще раз вытащим бумажки и посмотрим, что будет тогда, да? В этом случае мы ментально пройдем несколькими траекториями из настоящего будущего, разными, потому что бумажки нам в этом помогут, и поймем, что не то, чтобы мы придумали какой-то очень хороший план. Обычно мы придумываем план, первый попавшийся, а потом мы его любим. Самая большая проблема с планами в том, что мы думаем, что если все идет по плану, это хорошо. Как делаем? По плану. Значит, хорошо, да? А если отклонились от плана плохо, а может план был плохой? Ну, откуда мы знаем? Вот поэтому сценарный анализ, он очень помогает разорвать доверие к плану, как к чему-то незыблемому, однозначно хорошему. Хорошая методика, рекомендованная в книжке Кономана тоже, прижизненный эпитрис. То есть мы, окей, мы решили в нашей компании разработать шикарный продукт и выпустить его на рынок. Нам кажется, что это будет отличная идея, это позволит нам всем заработать много денег и так далее. Тогда теперь сядем и подумаем, мы это сделали, и это кончилось катастрофой. Наш бизнес разорился, а мы на грани самоубийства, устройства. Почему это могло случиться? Давайте придумаем историю, которая нас привела в эту точку. Это тоже попытка разорвать шаблон. Нам приятно думать о нашем будущем триумфе и величии. Если заставить себя подумать с другого ракурса, мы можем найти другие важные аспекты и детали, и уязвимости в нашем плане, о которых стоило бы подумать с самого начала. Прижизненный эпитрис – это очень хороший инструмент для того, чтобы тоже латерально сбить нас с шаблона, подрезания в наших мечтах и надеждах. Ну, хорошая вещь тоже там типа, да, это альтернативные стратегии. То есть, если мы можем добиться чего-то таким способом, да, давайте посмотрим на то, что мы делаем другим способом. Ну, чем отличаются стратегии конкурентные, да, от стратегии альтернативных? Конкурентные стратегии, ну, какие мы знаем, да, мы знаем портера стратегии, мы знаем какие-нибудь стратегии лидерства, еще, ну, там любую книжку откройте по конкурентному анализу, там они все будут перечислены. Они все взаимоисключающие. И суть говорит о том, что вы не можете быть успешными и в этом, и в этом. Вы не можете делать, экономить деньги, одновременно осуществлять инновации и достигать всех возможных групп потребителей, как бы, с одинаковой эффективностью. То есть, вы можете об этом мечтать, но это сделать нельзя. Потому что те, кто в сходных с вами условиях сфокусируется на чем-то одном, добьется в этом превосходства и свой кусок получит, да, а вы распылитесь. Об этом говорят конкурентные стратегии. И нужно сделать выбор. Альтернативные стратегии говорят, хорошо, мы сделали выбор, а теперь посмотрим на нашу бизнес-модель разными способами, да, одновременно. Мы будем понимать, что мы делаем. Вот что делает типичный аутсорс, да? Ну, можно очень разное говорить. Мы воплощаем мечты клиентов в жизнь. Мы соединяем разработчиков с заказчиками и забираем за это половину денег. Вот. Мы тупо выполняем там какие-то приказы, да, там, для того, чтобы прокормить семью. Мы имеем возможность получить доступ к разным проектам, да, находясь там в одной организации. То есть, ну, на все можно смотреть очень разными способами. И от того, как вы определяете стратегию своей организации, да, зависит ваш способ думания и зависит, зависит те решения, которые вы будете принимать в той или иной ситуации. Что здесь важно? Важно, с моей точки зрения, не выбрать одну какую-то стратегию и так о себе думать. Это может быть хорошо для, там, внутрикорпоративной пиар-компании, для того, чтобы, там, поддержать дифференциацию, убедить людей, создать уверенность в чем-то. Но для планирования важно в голове удерживать все эти ракурсы одновременно. Уметь посмотреть на свой бизнес с разных сторон и понять, что из этого проистекает. Это тоже помогает разорвать шаблон. Вот про латеральные инструменты анализа, планирование и так далее можете почитать в интернете. Я вообще их люблю больше, чем традиционные. Не потому, что они лучше работают, и те, и другие работают по-разному. Но просто потому, что первые дают ложную надежду того, что мы сделали что-то очень правильное, и мы познали истину, и теперь у нас все будет хорошо. Ну, вот этих гарантий ничто не дает. Теперь мы поговорим про организационные шаблоны. Это совсем быстро, да, этот слайд, в общем, потом девку, я думаю, мы разошлем всем, кто принимал участие. Просто, чтобы ключевые слова были, которые напомнят вам, о чем шла речь и обо всем. Вот есть традиционные, есть симбергические. Оттуда пришло слово «симбергические». Слово «симбергические» пришло от Искаха Одизиса. Он сделал гибрид двух слов «синергия» и «симбиоз». Мне это очень нравится, потому что «синергия» или «синергия» — это то, о чем мы все мечтаем, как вместе мы создаем что-то большее. А симбиоз — это значит, что мы друг без друга не можем. Вот в Дейтарте симбиоз оказался тем, что удерживал ядро компании монолитно в течение длительного времени. Не было выдающихся людей, которые хороши во всем. То есть мы все были подобны, там, ну, не знаю, кто согласится таскать на плечах человека по жизни. Ну, естественно, что у слепого человека, да, безногий человек на плечах — это симбиоз. То есть один видит, второй ходит. Они нужны друг другу, да, они не обижаются друг на друга. Вот в том же смысле, да, и мы, поскольку все были очень послоугольные, хотя и раздражали друг друга сильно, но все были друг другу нужны. Это помогает. И когда есть доверие, когда есть понимание и благодарность друг другу, из этого рождаются, в общем, шансы на то, что какой-то будет симбиоз происходить. Вот эти все аспекты, да, они теряются в большинстве традиционных систем организационного построения. Ну, естественно, мы должны отобрать лучших из лучших из лучших из лучших. Ну, они нам недоступны, это ограничение, это проблема. Поэтому возьмем, кто есть. Ну, вот, а как из тех, кто есть, сложить команды, где люди будут друг другу лучше дополнять? Эта задача достойная решение, но мало кто ее решает, потому что каждый пытается найти самых правильных людей, да еще обычных, похожих на себя. Это трудная задача. Итак, что такое там традиционный МБО, наверное, все знаете, Management by Objectives. То есть какие-то цели устанавливаются, годовые ревью делаются, все двигаются вперед. Вот с моей точки зрения, да, организация, это что-то, люди собрались вместе, когда люди собираются вместе, они обычно норовят установить какую-то иерархию. Почему? Да, потому что, ну, наши предки, да, выяснили, что иерархии, они позволяют эффективнее координироваться и взаимодействовать. И мы, в общем, пытаемся занять позицию какую-то в иерархии, если у нас есть на то амбиции. Но если не получается, то обычно подваживаемся, да, под ту иерархию, которая есть. Это встроенное поведение. А когда наблюдают за поведением любых команд, групп и так далее, возникают иерархии постоянно. Иерархии работают очень интересно. Люди генерируют агрессию, как и почти все живые существа. Эту агрессию нужно куда-то перенаправлять. Вот, если обычно плохая иерархия поддерживается перед направлением агрессии сверху вниз. То есть, куда идет, то есть, патриархальная семья, патриархи гоняют там, средний возраст, средний возраст гоняет детей и так далее. Тирания, да, тиран-тиранен своих, подчиненные тирана-тиранят дальше. Устойчивые системы. Ну, более развитые системы, да, не хотят выстраиваться в такую примитивную систему. Агрессия сублимируется, выстраивается много иерархий. Вот всякие вот в этой МБО, бывает, что они правда помогают, если исполняются хорошо. А бывает, когда посмотришь, как это исполняется, это классические ритуалы подчинения. Каждый там год или квартал кто-то, кому-то сначала докладывает, что он собирается делать, потом докладывает о том, что он проделал, а кто-то его ругает и оценивает. Почему тут, вот найти большой смысл в том, что делается невозможно в большинстве компаний, которые работают, например, в сервисах по разработке софта, цели, которые человек принял год назад, они уже, в общем, поросли через год. Все изменилось, обстоятельства сменились и так далее. Но все равно нужно заполнить карточки, нужно засобметить результаты. Вот мне там коллеги из одной из Украино-Индийских компаний рассказывали, что все у них работало хорошо, пока они не увидели, что оказывается у коллег из Индии все работает идеально. У них стопроцентное выполнение всего. Ну почему? Потому что те подошли операционно, как бы, ну надо же как-то показывать, что мы хорошие. В сравнении с другими, у нас будет стопроцентное выполнение. Вместо менеджмента Байер-Жекте, да, можно принимать консенсус. Консенсус – это когда мы пытаемся договориться, чтобы все были на одной страничке. Консенсус, в отличие от постановки целей и потом там ретроспективы какой-то, да, он хорош тем, что эмоции тратятся до того, как начать делать что-то, да, а не после того. Это важная вещь. Все поругались, поговорили, выдохли, согласились и пошли вперед. Консенсус – очень сильный инструмент. Под воздействием неудачного консенсуса можно ступить долго, да, ну, ничто не идеально в мире, но трудно достигнутое решение, живуче, даже если оно плохое. Поэтому, например, консенсус нельзя достигать, когда вы голодны, устали или еще что-то, да. Есть такой психологический тренинг, да, измотать команду, и в конце все обязательно придут к консенсусу. Вот это-то да, а вот то, по поводу чего они придут, это уже вопрос, да. Вот иерархия, я уже сказал, да, традиционные – это иерархические системы, матричные системы и так далее. Вот симбергическая хорошая вещь – это сбалансированная сеть, где, в принципе, по функциональным цепочкам передается управление, перенаправляется та же агрессия, перенаправляются ресурсы, все друг друга координируется. BDM, и мне очень нравится это сокращение, да, это лицепринимающие решения, бизнес-десижн-мейкерс. Типичные люди, которые решают. В симбергической схеме координационные группы могут выполнять ту же самую функцию. Человек, который решает, он может решить плохо. Группа с большой вероятностью плохое решение найдет, потому что она не сможет договориться о плохом решении, если не измотала сама себя. Есть вот всякие вещи, как целеполагание, нормирование, да, мы ставим цель увеличить наши ревень в два раза в следующем году, а если случился кризис, ну понятно, кто же дал кризис случиться, значит не будем увеличивать в два раза ревень. Ну, правильно, о чем мы договорились на самом деле, что мы приложим все усилия, чтобы увеличить наш ревень как можно больше. Откуда взялись два раза, еще что-то, да, там, ну, это сложные моменты, да, компания должна быть очень структурированной, очень хорошо организованной в смысле процессов, в смысле повторяемости циклов для того, чтобы можно было измерить отдачу каждого человека и так далее, для того, чтобы количественное планирование имело значение, да. Для типичной компании профессиональной, где делаются проекты, они друг на друга не похожи, люди не похожи, люди успевают поменять свой уровень квалификации в течение одного проекта, нет тех циклов, на которых можно построить хорошее измерение, да. Поэтому гораздо интереснее просто мерить, что происходит с компанией, смотреть, если все хорошо идет, нормально, если плохо идет, давайте подумаем, как оказать воздействие, которое исправит систему. А находиться в рамках поставленных цифр, там, и менять их раз в год, может быть очень эростатичным с точки зрения, там, способности по угоду идти не туда, просто до следующего проведения измерений. Ролевые модели, да, это традиционные способы, да, у нас там, типа, в типичной команде должен быть менеджер проекта, один от трех до семи разработчиков, там, три QA, кто-нибудь еще, да, там, типа, или там, продуктовнер у нас должен быть, скрам-мастер, там, да, и дальше, там, какое-то сбалансированное представление, как кто представляет, там, по скрам-команде. Вот ролевая модель, да, она неплоха, да, но часто вызывает всякие споры, а кто главный. Или, там, это моя зона, да, потому что я это делаю, зачем ты лезешь, я здесь сеньор, мое дело принимать решения, там, по поводу архитектуры или еще что-нибудь. Оно рождается как-то из-под воль, хотя и не должно быть этого, вроде как всем продали идею, что это Тимов Пирс, все делают вместе, а все равно появляется. Зонные модели говорят, что есть там какой-то набор зон активности, они должны быть покрыты командой. А кто какую зону покрывает, это не вопрос, да. В одной команде я могу быть QA, а в другой команде PM, от чего это зависит? Ну, если в команде кто-то лучше меня умеет делать, да, то есть я такой, средние руки PM, я могу, конечно, поменеджить проект. Но если есть хороший PM, но нет QA, то лучше я пойду в QA. А ничего, что я зарабатываю там в два раза больше QA? Да ничего, какая разница, если нас переставить местами, лучше не будет, да, но он лучше PM, а по QA мы одинаково, да, поэтому лучше я пойду в QA. То есть зонный подход, да, он показывает твою ситуативную нужность, да, а не сбивает тебя на самоидентификацию. Меня здесь назначили тем видом, а я роль лидировать. Какая разница, может лидировать, а может просто всех успокоить, потому что там три человека такие умные, что куда их лидировать, мы уже все сообразили. Обучение, да, это хорошая вещь, но если мы четко знаем, чему учить, а если мы не знаем, чему учить, если это уже, в общем, cutting edge для организации, что-то новое, что-то вызывающее, то важная вещь – научение, это дать возможность людям научиться от того, что они делают в реальной жизни. Для этого они должны получать вот эту внешнюю информацию, непрепарированную какую-то, то есть они должны получать фидбэк непосредственно от бизнес-пользователя, от клиента постоянно, а не от внутреннего менеджера, который общается с клиентом, и он думает, так, сейчас приду-ка расскажу все команде, чтобы они поняли, что это они виноваты, да, то есть вот этот разрыв, он научение перечеркивает, обучение может присутствовать, а научение, оно исчезнет, потому что люди будут научиться подлаживаться под этого project-менеджера, а нафиг он нужен, да, у нас вот есть сейчас правило, мы не работаем с агентствами в качестве клиентов, потому что агентства ставят своих менеджеров, а агентства менеджеры обычно неопытные и более слабые, чем те, которых мы можем поставить. Но их единственный способ, да, там, типа, сохранить контроль за ситуацией, это стоит в середине коммуникативных цепочек и разрывать их. И получается waste, не одна хорошая история, то есть большинство проектов идет в убыток и так далее. Традиционный способ, да, награда за результат. Добился результата, получил. Откуда, ну, сложный бизнес, да, большинство бизнесов интеллектуальных, там, все IT-бизнесы фактически сложные. Ну, откуда мы знаем, результат явился следствием удачи или усилий, или еще чего-то. Ну, на одном каком-то конкретном проекте, на одном конкретном событии, чем мы не знаем этого. Вот, поэтому если мы будем каждый раз награждать за результат, мы на существенный процент будем награждать датчик случайных чисел. Если мы будем скорее награждать за, благодарить людей за потраченные усилия, да, оценить лояльность или еще что-то, вот, может быть, будет больше толка. Может быть. Есть интересная вещь, да, есть стандартизация. Какие мы знаем способы стандартизации, да, можно стандартизовать продукт, можно стандартизовать процесс, да. Как проще всего что-то стандартизовать в примитивной организации? Ну, назначить начальника одного. У него, если начальник еще не очень продвинутый, то у него в голове будет одно представление о правильных вещах, и это и будет стандартом для организации. Он скоординирует всех, он заставит всех действовать так, как ему кажется, да. Но это примитивный способ, да, когда не в силах одного человека справятся задачи, а чаще всего мы встречаемся с задачами, которые не может решить один человек в голове, иначе бы он их решал, да, требуется команда, требуется мобилизация всех, но не обойтись без взаимной подстройки, когда каждый подваживается под каждого, да, ну, как классический вариант, там, по Минсбергу, команда, которая занимается созданием, там, фильма, да, они занимаются, делают ньючевый аджастментс, да, они подстраиваются друг под друга, ну, звезда в фильме снимается, и режиссер, да, тоже хороший. Кто главный? Ну, формально режиссер, но если режиссер новенький, а звезда большая, то это вопрос, и они или научатся друг другу работать, или не научатся. Если не научатся, будет нехорошо. Вот если научатся, какой-то результат будет. Взаимная подстройка, она позволяет собрать гораздо большее количество талантливых людей вместе, нежели простая стандартизация, тем более стандартизация помощного начальника. И последняя вещь, да, там, типа, можно строить планы, как я говорю, я планы не очень люблю, как бы, хотя их не избежать, потому что планы подразумевают, что по плану это хорошо, а есть эксперименты. Эксперименты – это тот же самый план, мы будем делать это, 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 да, но чем хороший эксперимент? Тем, что у него не бывает плохого результата. Ну, мы узнали, что так этот софт не написать. Ну, нормально, эксперимент закончился успехом. Вот, окей, мы перешли от занудной вводной части к рассмотрению конкретных ситуаций, да? Давайте посмотрим раздражение. Кто сталкивался с проблемой раздражения по поводу коллег на работе? Вот. Здесь я, например, повесил картинку, да, с щелканьем ручки. Мне один раз по скайпу посетительница одного из IT-токов, потом два дня мучила мозг вопросами, как ей справиться с коллегой, которая специально изживает его с этого света с щелкой ручками. Я зашел в Google, когда вспомнил про этот слайд, нажал clicking pen и увидел 90% всех имиджей, тем и так далее по поводу страшного раздражения, по поводу этого и так все это ненавидят. Оказывается, это сильно раздражение. Почему? Я не знаю. Всю жизнь было все равно, что это щелкает ручкой. Но действительно феномен существует. Почему мы начинаем раздражаться по поводу чего-то? Почему это все происходит? Это очень интересная на самом деле вещь. Интересная на теме, я сразу скажу, конечный результат, например, что тот вывод, который я сделал для себя после многих-многих-многих лет в менеджменте, что наилучшие партнеры для обсуждения разных вещей для меня это те люди, которым я доверяю, в порядочности которых я не сомневаюсь и в интеллектуальных способностях, и кто меня сильно раздражает. Почему? Я постараюсь объяснить. Во-первых, надо очистить от всех случаев раздражения, когда мы сталкиваемся с простыми физиологическими факторами. Во-первых, как я уже говорил, люди накапливают агрессию. Это ужасный и фееристический факт, но это правда. Это доказали на рыбках, на людях тем более. Мы, если будем просто сидеть и ничего не делать, с разной скоростью будем накапливать агрессию. И поэтому люди в замкнутых коллективах часто ссорятся. Эту агрессию нужно куда-то девать. Мы ее можем сублимировать, мы ее можем рассасывать, мы можем с ней что-то делать. Но нужно понимать, что мы не рождены быть счастливыми, довольными, добрыми и веселыми. Мы рождены справляться со своими недостатками. У нас, почитайте книжку, дизайн нашего мозга отнюдь не безупречен. И мы имеем дело с множеством электромеханических проблем в нашем мозгу, химических проблем в нашем мозгу. В силу этого некоторые механизмы, которые мы унаследовали от предков, толкают нас вперед. Агрессия – главное топливо, которое заставляет нас соревноваться, развиваться, достигать чего-то, не сидеть на попе ровно, не успокаиваться. Но это токсичное топливо. Агрессию нужно перерабатывать внутри себя или куда-то выпускать. Какие, вы знаете, социально приемлемые способы справляться с агрессией? Физические нагрузки, бокс и так далее. Прекрасно, да? Самые спокойные люди, кого я видел, какие-нибудь пробитые рафтеры, да, там, типа, или еще кто-то, да? Да. Компьютерные игры, да, как раз, да, там, типа, о, дети сейчас всех убьют на улицах, если проиграют в стрелялки. Нет, дети как раз будут убивать на улицах, если им будет негде больше выпустить свою агрессию, да? Еще. Ну, не могу сказать, не знаю, никаких исследований не видел, как бы, да, с чужих слов даже не могу сказать, какая бы металл связана с агрессией. Юмор. Особенно брутальный, грязный такой, да, который возникает, когда все устали. Вот сейчас, если мы начнем шутить, там, да, устали, разговариваем. Вот шутить будем не очень хорошо, тупо, да, это... Юмор – это тоже сублимированная агрессия, да, и даже улыбка это, на самом деле, трансформированная аскал, нормальный. Вот. Соответственно, мы можем находить различные способы, да, нашу агрессию разряжать. Относиться к самому себе с юмором, да, это тоже большое дело. Как только ты, там, типа, ну, вот штука, которую я вбил себе в голову. Бывает, приходит какое-то письмо, да, и я тоже нормальный человек, особенно если я вот пропустил момент и не настроился, чтобы печатать потом. И вот бывает, что злишься, так что в глазах темноет. Вот просто, вот просто, вот пошел бы всех убил, да, и вот в этот момент нужно помнить, ага, салочка, как бы, да, опять, опять, опять я пропустил, да, опять у меня адреналин кладил, и теперь надо помнить одно, что это и есть проблема. То, что я разозлился, это и есть проблема. Нет, проблема ни в письме, нигде, ничего не надо делать, пока я не решу проблему с тем, что я разозлюсь, потому что в этом состоянии, там, типа, возбужденные коры головного мозга с адреналином в крови и так далее, я ничего хорошего не сделаю. Иногда не удается себя удержать, да, как говорит мой любимый мной доктор Адизис, быть доктором не значит не болеть. Вот, бывает, ты срываешься, бывает, что-то делаешь, но я всегда себе потом скажу, что вот опять был неправ, нельзя действовать в состоянии. Вот проблемы, да, эмоциональные, это всегда ментальная легкость и эффект. Когда эйфория, да, когда все хорошо, да, отлично, и так сделаем, и так сделаем, все будет отлично. Самые дурацкие решения, понимаете, и эффект, когда ты очень сдой, вот, там, или какую-то мощную эмоцию используешь, или влечение к чему-то такое непреодолимое, да, вот это вот те состояния, в которых и есть проблема, да, в этих состояниях решать сколько-нибудь сложную проблему невозможно. Дальше, физиологические аспекты. Там, ну, сверхпопулярные психологические исследования, тоже в книжке описано, ужасающее по своей, ну, потому что там описано, на этом исследовалась работа израильских судей в апелляционном суде. Они рассматривают дела о досрочной апелляции, о досрочном освобождении. У них норма там примерно, я могу ошибаться с цифрами, одобрить 25% случаев. Вот, значит, по умолчанию они должны не одобрять. Вот, у них три перерыва на еду. Практически 100% одобренных дел после еды. Потому что это риск отпустить преступника на свободу. Если он сидит, ничего не произойдет. Если его отпустили, и он совершил рецидив, это неэффективность системы рассмотрения. Толерантность к рискам зависит от уровня глюкозы в крови. Сытый судья принимает одни решения, голодные другие. А думает он, что он что-то анализирует. Вот, это статистически доказанный факт, чудовищный, да. Но мы должны понимать, что если мы идем решать какую-то проблему, голодные, уставые, злые и так далее, это есть проблема. Сколько народу следит за тем, были ли все сытые, довольные, отдохнувшие и выспавшиеся, прежде чем начать решать большую, важную для компании проблему. Да никто не следит. Кто-то с будуна, кто-то голодный, кто-то кофе перепил и пошли все решать. Эффективность, она катастрофическая получается. Дальше. Значит, мы должны всегда смотреть. Несогласие – это двигатель хорошего принятия решений. Если есть несогласие, можно разобраться, в чем там разница. А бывает соревнования. Соревнования – это когда мне очень важно показать, что я доминантный особ в этой компании, и я и настучается аргументационный спор. И меня раздражает, когда мне противоречат. И у меня тут же появляются эмоции и желание найти еще безупречные аргументы. Самое интересное, что второй человек, с которым я спорю, он чувствует ровно то же самое, его аргументы в его глазах не менее безупречны. А меня он не слышит. Это огромный выезд. Как только начались аргументы и так далее, и вот началась эта эмоциональная накачка, и тон повышается, и все, надо это дело заканчивать, никакого хорошего вещей не будет, потому что это пошло эмоционально возбужденное состояние. Значит, что можно делать с раздражением, как можно справляться? Время, еда, алкоголь. Алкоголь решает проблему, но переводит в другое непродуктивное состояние, поэтому можно сканцелить с помощью алкоголя непродуктивное состояние, но пытаться что-то решить, ну, не стоит. Есть знаменитый анекдот про Роберта Вуда, который накурился до США, и пришла ему в голову гениальная мысль, он ее записал. Потом он ее забыл. А, нет, он ее забыл, да, потом он снова накурился, снова вспомнил, снова забыл, в конце концов он ее записал, развернул бумажку, очнувшись, потому что опять забыл, и увидел. Банан велик, кожура еще больше, да. Вот. Ну, снижаются критические барьеры, да, та идея, которая нам в состоянии неадеквата, да, казалась блестящей, она может быть, ну, просто истинность этого факта, она потрясающая, да, но его продуктивность, она практически отсутствует. Вот. А эмоции мы можем начать испытывать к чему угодно, да, я вот в современное кино не могу смотреть трезво, все, сломался. Потому что такой тупняк, в основном, да, что, а по пьяни вообще замечательно идет, как бы, да, но я понимаю, что это такая сделка самим собой, как такие получать, там, типа, удовольствие в этой жизни. Значит, справиться быстрее, да, с этим всем можно всякими разными упражнениями. Кому-то помогает медитация, кому-то действительно помогает холодный душ или еще что-то. У каждой находит свои способы. Мне очень хорошо помогает как раз идея, ну, это к теме сегодня 60, это программирование системы 1. Система 1 умеет фильтровать. Она, в принципе, может отфильтровать почти все, почти любые звуки, почти любые воздействия, да, там, типа, я на службе умел спать вот так вот, кнувшись носом в плафон, в котором горел свет стоя. Потому что я в трюме служил, там было сыро, холодно и так далее, а плафон грел и позволял сохранить вертикальное положение и не прикасаться к железу вокруг. Да, то есть, себя можно научить чему угодно, но очень важно сосредоточиться на том, чтобы запрограммировать эту систему. Я не знаю, у меня не получается бьющееся стекло заблокировать. А научился я этому, когда мы были на рок-фестивале и выступала уже распавшаяся группа Агата Кристи с попыткой воссоединиться. Ужасно они это все проделывали. Вот, слушать было невозможно, мы решили пойти спать. Вот, и тут соседи в соседней машине, спали мы в машине на парковке, как бы, включили музыку ДДТ, да, послушать. И как-то мешают они нам спать, как бы, в соседней машине. Вот так думаешь, что-то они музыку включили, тут все спят на парковке. Тут я понимаю, что, как бы, в моменты, когда начинает играть на главной сцене эта Агата Кристи, да, они играют так громко, что заглушают это ДДТ. И они мне спать не мешают, потому что это в программе было, да, я с этим заранее смирился. А раздражают меня ребята, которые включили ДДТ, да. И когда играет громкая музыка, я не слышу этих, я сплю, а просыпаюсь, потому что мне соседи, потому что я неправильно настроил свои фильтры. Как только я это осознал, отфильтровалось все. Вот бьющееся стекло не научился, да, у нас это был пункт приема стеклотары под окнами, да, и когда там били бутылки раз в месяц, это был катастрофой по утрам. Вот, все остальное получается, да, то есть можно себя заставить. Вот я считаю, что вот если кого-то раздражает кликанье ручкой, да, научитесь, считайте, что человек, который кликает, он в вас персональный тренер. Вы должны научиться фильтровать. Это очень тихая штука, кликанье ручкой. Очень тихая. То есть научиться это отфильтровать можно совершенно точно. Давайте тренироваться. Вот понимать, что это не личное к тебе, даже если это личное к тебе, и уметь фильтровать, это очень важные способы, чтобы избежать ненужного раздражения. Дальше. Принятие привычной боли в организационном дизайне. Я уже говорил, люди накапливают агрессию. Если мы не научились ее правильно рассасывать, во что она превращается? Она превращается в ворчание и мелкие терки, мелкие там явления, или в большие конфликты выливаются. Мелкое ворчание будет всегда, это хорошо, это рассеивает вот эту лишнюю энергию внутри компании. Люди всегда будут ворчать стеной. К этому нужно привыкнуть. Это привычная боль. Кто-то будет в компании оставлять грязные чашки на столе, хотя я всегда хожу мыть свою чашку. Кто-то будет сваливать их в раковину под конец рабочего стола. Это привычная боль. Мне почему-то кажется, что нужно свою чашку мыть. Но я не нашел ни одного подтверждения, почему это нужно делать. И те, кто не моет чашки, справедливо говорят, что они дают жизнь очередному офис-менеджеру, который их моет. И тем самым работают на экономику. То есть, мои личные убеждения не играют никакую руль. То, что у меня есть какие-то вещи, которые меня раздражают, к ним можно привыкнуть. Это маленькая боль, которая неизбежна. И если мы чувствуем боль, мы живем, с нами все хорошо. Если мы не чувствуем, наверное, уже все. И последняя вещь, да, там типа, это рефрейминг усугубления. Это тоже интересная вещь. Я когда-то ехал в поезде, там был замечательный железнодорожный журнал с научными статьями. Бессмысленный совершенно. Одна статья была хорошая, там было написано. Что делать, если у тебя депрессия? Чтобы вообще принять депрессию, потому что депрессия – это такое специальное состояние организма, которое говорит, что тебе все хуже уже не будет. Ты становишься оптимистом. Ну, с этим можно спорить, там типа клиницистские врачи. Хорошо, но такое отношение к депрессии мне нравится. Давайте еще все, вот я на кого-то излюсь. Ну, окей. Так. Противный человек. Давай я его сейчас убью. Нет, не убью. Нет, я его привяжу и убью всю его семью. Я его буду медленно пытать во время убивания его семьи, чтобы ему было плохо. Еще как бы, да, еще на его глазах убью еще 10 человек и скажу, что это он виноват. Вот придумывай еще чего-нибудь такого. Что я придумал, я что, урод какой-то. После этого проходят все раздражение и так далее. Потому что просто мы доводим ситуацию до абсурда. Вот. Такого же вещи работают и в индуктивном виде. Приходят ко мне команды и говорят, вот этот коллега, он на стих достал и так далее. Вот. Ожидаю, что я буду говорить, нет, там типа как мудрый руководитель. Давайте найдем в нем хорошее и доброе. А я говорю, нет, все, я его увольняю. Ребята, ну что делать? Прошлая команда его выгнала, вы его выгоняете. Что мы его будем держать? Сейчас я ему пойду, дам приличное выходное, чтобы он не расстраивался. И уволю. Они будут, подожди, 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 подожди. Может не надо его так сразу увольнять? Нет, ну если вы так просите, да? То же самое. Если я превзошел их по подаче, они пришли потратить энергию со мной. Я мог с ними спорить. Это дало бы тот же самый эффект. Мы бы поспорили, поворчали, рассосали бы. Но потратили бы час. А так пять минут. Потому что оно развернулось, точка отсчета сместилась. Если почитаете книжку, там очень будет много написано про количественный эффект привязки. Если вам сказать какое-нибудь число, а потом заставить решать интуитивно задачу, то это число будет влиять на вас абсолютно независимо от того, какие вводные цифры даны в задаче. Эмоциональная привязка тоже работает. Смещение точки отсчета очень сильно помогает. Еще один обещанный кейс. Это идти туда не знаю куда. Заказчик не имеет требований. Написано где-то. Нет продуктов номера. А нужно написать софт, который решит проблему. Во-первых, чисто рациональный вывод, который я для принятия решения какой-то на уровне компании для себя сделал. Что когда нет требований, есть два варианта. Их нет, и мы их не знаем. Когда нет требований действительно. Когда этого процесса просто нет, мы пытаемся его придумать вместе с придумыванием софта. Или хуже того, мы пытаемся придумать софт, а потом уже процесс типа, да потом придумаем под этот софт. Или еще хороший вариант, когда, например, есть стартап, есть визионарий, он что-то там видит в грядущем. Но когда мы у него пытаемся уточнить какие-то детали, он раздражается. Говорит, ребята, я в грядущем, сами додумайте. Это означает, что требований нет. В объективном мире. С этим нужно что-то. Это не значит, что это безнадежно. Люди в грядущем тоже имеют право, если у них есть деньги на воплощение своей мечты. Но мы должны знать, что требований правда нет. А бывает, что мы их тупо не знаем. Там куча народа пользуются софтом, делают каждый день какие-то там процессы и так далее, но нас к ним не пускают. А говорят, вот у вас есть бумажка, которую до вас написали бизнес-аналитики из почетной консультинговой конторы. И вот есть софт, который это автоматизирует. И путем его реинжиниринга угадайте. Это катастрофа, потому что я все время воображаю наш PM, и говорю, дайте, дадут его кому-нибудь, чтобы инжинирировать, чтобы они поняли, как у нас процессы. Да никогда никто не... 60% мертвого кода, там типа все написано тяп-ляп и так далее. Но это живая система, которая в организации строилась там много лет, напрочь устарела, кривая. Тем не менее, она работает вместе с процессами. Но процессы доминируют. Люди правильно его используют в силу инерции. Попытка использовать этот софт произвольно приводит немедленно к драматическим сбоям. То же самое и здесь. Надо идентифицировать. Нет требований, или мы их не знаем. Что делать, если требований нет? Ну, скрам тоже можно разные построить. Создавать, видимо, деятельности и так далее. Все сказали очень правильные слова вокруг. Но я вижу два типа поведения всегда здесь. Это стратегия пока не началась. Придумать процесс, придумать требования. И как можно дольше тянуть, и разрабатывать, и обещать, и не показывать это наружу. Потому что, знаете, вот анекдот этот знаменитый, когда приходит человек в бар, говорит, найдите мне 100 грамм пока не началось. Еще 100 пока не началось. И еще 100 оплатить. Ну вот, началось. Вот пока не началось, это романтический период в жизни любого проекта, стартапа и так далее. Это до встречи с реальными бизнес-пользователями или до показа того, что мы сделали тому человеку, который нужен. Вот этот период нужно как можно больше сократить. А самый страшный способ продлить, пока не началось, это сделать универсальную систему. Вот то, что наверху. Вот распланировать и сделать. Давайте на все случаи, поскольку мы не знаем, что мы пишем, давайте напишем платформу, которая сделает все. Чаще всего, эта платформа просто будет замедлять операционную систему, как бы, да, и не приносить никакой пользы, и содержать баги. Вот. Ну, проще показать что-нибудь вот типа того, что внизу, то, что никогда не будет работать, и очевидный бред. Да, там типа нож для зомби-апокалипсиса. Как можно раньше, чтобы как можно быстрее опустить на землю человека, и чтобы он понимал, что же рождается у людей, которым он так доверился с самого начала. Это все стратегии управляемого кризиса. Со стартаперами безумными оно может сработать или нет, они все разные, эмоциональные, и это вообще сложная тема аутсорсинг для стартапов. Иногда работает, иногда нет, но сложная. Когда требований нет, и когда требований есть на самом деле, но у нас их нет, управляемый кризис – это кратчайший путь к тому, чтобы спрямить пути, да, потому что чаще всего возникает ситуация разрыва с требованиями, когда мы работаем с IT-отделом клиента, а IT-отдел незрелый и статуса не имеет у клиента, да, и тоже занимается фантазиями. И нас учат, и мы вместе с ними сделаем что-то очень хорошее, а потом будет катастрофа, и все будут друг на друга валить. Вот, задача должна быть такая, чтобы как можно быстрее заставить, показать то, что мы делаем конечным бизнес-пользователям. Все придут в ужас, точно будет катастрофа, в этот момент нужно быть готовыми там признаться, вернуть деньги, сказать, что мы теперь в два раза больше переделаем, но чем раньше, тем меньше будет суммы. Вот, это способ, как вылезти из этой ситуации. Другого хорошего способа, кроме управляемого кризиса, я, если честно, не особо знаю, да. И, как бы, почему все боятся стратегии управляемого кризиса? Потому что это дает неприятный эффект, да, мы все выпадем на небольшое время из нашего рафта, нам всем будет холодно, неприятно, поушибает и так далее, да. Ну, собственно, для этого нужно что выбрать? Нужно выбрать фактор оптимизации, что мы хотим оптимизировать? Мы хотим показать себя крутыми и мудрыми, да, мы должны прийти к начальству и доложить. Что мы идентифицировали кризис, начальство испугается, что мы разработали стратегию, хотела исправить, мы просим вас застраховать, как бы у начальства типично нет мозга, но есть деньги, вот, поэтому на такую проактивную команду, которая клянется отбить инвестиции и все исправить, приклюнуть очень легко, вот, и, ну, я имею в виду, не совсем нет мозга, а свободного нет, конечно, да, вот, и поэтому очень важно, да, выбирать фактор для оптимизации, да, второе, это, собственно, использовать эффект привязки, как я рассказывал с эмоциями, да, сбить точку отчета. Итак, сейчас мы точно потеряем наш месячный бюджет, если мы сейчас, там, типа, спровоцируем кризис, но через полгода мы потеряем полугодовой бюджет, да, а через год годовой бюджет, если месячный бюджет ничего толком не изменит, да, для компании, ну, может быть, под статистикой, то годовой бюджет может уже существенно сказаться на ее кредитоспособности. Это важный момент, да, и вот эту стратегию можно, таким способом можно достаточно легко продать, самое главное, чтобы вы выступали активной стороной, которая знает, что делает, и самое главное, что это почти беспроигрышная вещь, если вы сформулируете все возможные исходы вашей действия и сделаете из этого эксперимент, то вы потом доложите о результатах, о полученной информации, о следующем смелом шаге, и вы будете формировать себе все более и более солидную репутацию людей, которые постоянно знают, что делают, к чему стремятся и так далее. Я могу сказать феноменально, казалось бы, все должны считать деньги, я время считаю деньги, как бы, да, поскольку работа такая, но я это делаю очень быстро, но почти никто этого не умеет делать, включая даже, там, типа, владельцы в бизнесе и так далее, умеет делать аккаунтанты обычно и некоторые менеджеры. Я видел в жизни множество людей, которые, ну, в общем, не зарабатывают в своей деятельности ни одной копейки, но имеют мощную репутацию, больших авторитетов, экспертов и так далее, да, просто потому что они себя правильно ведут, а вокруг люди считать не умеют. И зачастую их очень трудно призвать к ответу, потому что у них как раз есть объяснение, и еще они могут потом сказать, ну, слушай, конечно, все мои проекты теряли деньги, но посмотри, я делал вот это и вот это и вот это, и я брал самые ужасные проекты, и посмотри, сколько я сэкономил. Если бы я делал по-другому, мы бы потеряли в 10 раз больше, поэтому заплатим 10% от экономии. Это работало, да, наша индустрия во значительной степени обязана индийским менеджерам, которые уехали в Америку, которые изобрели способ, да, как луксорсинг раскачался. Один из больших этапов был в том, что надо создать 100 ненужных рабочих мест, потом перенести их в Индию. И на этом получить большую экономию и продвижение по службам. Вот, так начиналось на нашей индустрии. Вот, значит, собственно, мы, это нехорошо, но мы должны всегда придумать стратегию, и лучше всего для оптимизации, да, использовать не попытку написать хороший софт, а заботиться о своей репутации. Это почти беспроигрышный вариант, я об этом еще чуть-чуть скажу, но это то, куда мы обычно двигаемся, да. Но еще, как бы, да, когда мы делаем неизвестно что, пофигизм тоже помогает, в принципе. То есть, ну, не берущие в голову команды, они часто их называют индусскими, но их и у нас не меньше, чем в Индии, да, прекрасно выживают в таких условиях. И это не худший вариант иметь пофигистов, пофигистов, которые готовы дойти до кризиса и потом его спокойно пережить, как бы это тоже полезно. Потому что зачастую можно заинвестировать, и потом-то потом нам расскажут, что нужно сделать, и потом можно все это сделать. И это будет хорошая длинная история и хорошее сотрудничество с клиентами. У меня есть подозрение, что многие клиенты специально не рассказывают сначала, что нужно делать, сам догадайся. Это как обряд инициации нового вендора. Вот. Ну, совсем простое рассмотрение, да, там типа, мы работаем все хуже, мы работаем все лучше, а нам все хуже. Это состояние, в котором периодически все оказываются. Значит, и проблема здесь заключается в том, что мы используем какую-то организацию нашего процесса, вместо того, чтобы использовать самоорганизацию и приспособление к среде. Когда был в моде стандарт CMMI, а он, в общем, был умный достаточно, я на него все смотрел, думал, боже мой, как же может компания существовать 10 лет, бесконечно улучшая свои процессы? Да они должны уже вообще там порождать идеальный, безупречный софт во всех случаях жизни, а софт, который выходит из рук компаний с реальным CMMI 5, не фейковым, да, хорошим, он был примерно такого же сорта, как и софт, который выходил из шарошкиных контор. Как-то, да, там типа, ну, разный бывал, бывал очень хороший, бывал очень плохой. В чем дело, да? Ну, на самом деле, идея всех улучшений – это всего лишь адаптация к внешней среде. Но, к сожалению, когда мы пытаемся что-то сделать умозрительно, вот, мы рассматриваем внутреннюю согласованность системы, мы рассматриваем, насколько непротиворечиво, насколько логически правильно выстроено, насколько базируется на метриках и правильных теориях то, что мы придумали. И оно нам нравится. Насколько оно соответствует внешней среде, мы об этом не особо думаем, и вот здесь и начинает искрить. Вот, они красивые, но жизненные системы обычно дают вполне сопоставимый результат. Поэтому вот здесь очень важно понимать, что мы должны искать комплементарность, мы должны понимать в каждом действии, кому это нужно. Если это никому не нужно, это лишний элемент. Кто когда-нибудь проверял там методологию, там, свою работу и так далее, на то, чтобы то четко сказать, что вот то, что я делаю, нужно вот этому конкретному человеку или хотя бы мне. Вот почти всегда можно обнаружить какое-то количество вещей, которые ты делаешь просто по инерции. Я периодически у нас нахожу целые процессы, которые работают никуда. Ну, просто потому что их начали делать, да, ни у кого руки не дошли, там, разобраться, что они уже устарели. Еще одна проблема, которая есть с построением, улучшением процессов, да, это использование цикла знаменитого IPDCA, plan, do, check, act, да, план, как бы сделали, запланировали, сделали, проверили и скорректировали, да, сделали какие-то изменения. В принципе, идея, безусловно, абсолютно правильная, как и все простые и хорошие идеи, да, но зачастую мы идем от частного к общему. Вместо того, чтобы в большинстве случаев, чтобы это работало, нужно цикл прокрутить несколько раз, чтобы получить обоснованный эффект. Но мы при каждой неудаче делаем масштабные изменения, при каждой удаче отливаем, типа, в бронзе успешный паттерн, с одной единственной попытки. Так не бывает. Процессы у нас стахастические, изменчивые, подвержены влиянию множества обстоятельств. Разные люди, разные клиенты, разные типы, там, софта, разный уровень сложности. Не может одна, единственная попытка, да, быть источником надежной информации. Но почти все действуют с одной прокрутки цикла. И потом начинается вот вибрация, вместо того, чтобы процесс сошелся к чему-то более-менее оптимальному. Дальше, да, ну, система поощрения мотивации, да, это тоже интересная вещь, как я и говорил, да, вот, заграждать за результат опасно. Очень хорошая книга, продолжаю продавать книжку, очень хорошая там описана проблема, называется это редукция к среднему, или регрессия к среднему, да. В следующем там, типа, описывается эксперимент, вы инструктором курсов по высшему пилотажу в армии объясняют, что надо хвалить людей. Они говорят, а у нас получается по-другому, да. Когда человек сделал классную попытку, мы его хвалим, а он делает ее хуже следующими. А когда человек сделал плохую попытку, мы его ругаем, он делает лучше. Ну, почему? Ну, потому что сделать лучше плохой попытки легко. И почти наверняка выдающаяся попытка, да, она бы извилась результатом стечения обстоятельств, и следующая попытка будет хуже ее. Короткий цикл, да, но ведет к тому, что система один видит результаты короткого цикла и не видит длинного цикла. Поэтому хвалить за усилия, хвалить за усердие и так далее, это там основа педагогики. Видеть мотивацию, видеть вложенность и так далее. А конкретные знания пришли, ушли, это лишь небольшая часть. Потому что если человек учится, если он старается и так далее, рано или поздно научится. Чем дольше он будет учиться, тем дольше он потом будет стабильно работать. Поэтому тот, кто быстро научился, ему уже надоело очень скоро. Поэтому не нужно бросаться ко мне. Если кто-то учится, старается, работает над собой, будет толк. Это стоит хвалить. Результат, это только статистически подтвержденный, только очень четко отслеженный годится. Но большинство, очень много систем поощрения, они работают по случайному циклу. И наконец неправильное использование теории ограничения, это тоже важная вещь. Все начитались книжек, там, цель, цель 2 и так далее, там, как теория ограничений. Когда разбирается в компании какое-то главное ограничение, нужно понимать, что, окей, его мы сейчас разберем. Куда все оно хлынет дальше? Ну, кстати, там, типа, у нас есть дамба, которая сдерживает течение реки. Давайте ее разберем. Ну, река смоет город. То же самое и здесь, да? У нас есть батлнек в продажах. Давайте наймем в 10 раз больше продавцов, они все продадут. Хлынут проекты, а менеджеров нет хороших, чтобы их поддерживать. Фигакс? Там, типа, ну, баланс развалится. Ну, большинство людей интуитивно старается это все дело балансировать, но зачастую, зачастую, да, компании, выходя на новые рынки труда, выходя, там, как бы, на новые рынки сбыта, какие-то партнерства или еще что-нибудь, испытывают резкие изменения в ограничениях в узких местах. Это очень опасный момент. Нужно думать заранее, где будет следующее ограничение, когда мы устраняем текущее. Многие ограничения в текущей системе достойны уважения и достойны того, чтобы их защищать. Не нужно пытаться сразу сделать все хорошо, да? Там, типа, если... Ну, в общем, и не нужно, там, типа, искусственные ограничения строить тоже, но это уже не к этому свадьбу. Наконец, последнее, да, это такое слово, которое у нас стало любимым в последнее время, sustainability. Это экосистемное слово, говорит о том, как жить в балансе с экосистемой. Это самое главное про улучшение, про работу лучше. Лучше всего работать с учетом всех заинтересованных групп, в балансе, и тогда это самое стабильное, на самом деле. Тогда будет лучше, спокойнее. Будет меньше нервотрепки, еще чего-то. Быть чемпионами, быть самыми крутыми и так далее в силу регрессии к среднему, это сложная судьба, потому что дальше будет хуже. Вот были книжки там от хорошего к великому, построенные навечно, где описывались компании, которые порвали другие компании в группе сравнения. Прошло 15 лет с написания книжек, компании в контрольной группе абсолютно смешались с компанией, по которой они были написаны. Все исследования опровергнуто, да, просто потому что те, кто были хороши, они скатывались, те, кто были плохо, они ловили свою удачу, оно все перемешалось. Нет науки здесь, да. И вот как быть состоянием, да, есть классические вещи, о которых многие рассказывают лучше меня, да, это там то, что необходимо доверие, уважение друг к другу. Я сегодня говорил про то, что нужны взаимные подстройки, да, нужно уметь делать компанию эволюционирующей, изменяющейся, да, постоянно. То есть давать вариативность, давать людям делать по-разному, внедрять что-то хорошее, да. И еще очень важная вещь Mindfulness, да, это подключать систему 2 к тому, что ты делаешь, и пытаться это осознавать. Вот, там типа, ну, я знаю многих людей, кто управляет большими бизнесами, большими программами, когда все идет очень хорошо, они реально там, затаив дыхание, думают, как бы вот не упустить удачу, да, там типа, это все равно как рулетка, да, ставлю, выигрываю, как вот не потерять фортуру. Ну, достаточно бессмысленная вещь, да, потому что, ну, скорее всего, удача, это просто статистика, это можно поанализовать, можно на все посмотреть, а какие-то эмоции в себя накручивать, это не радикальная вещь, да. Дальше, значит, последний слайд сегодняшней презентации, точно, да, это по поводу неминуемой катастрофы. Это вместо ответов на вопросы, да. Вот вы находитесь в проекте, да, где катастрофа неминуемая. Я, на самом деле, уже практически все рассказал, да. Вот, ну, вы видите, да, что софт работать не будет, клиент не заплатит, вот, вам отчитываться перед начальством, что нужно делать? Экспериментировать. Хорошая идея. Хотя вы перед самим собой будешь доволен. Что еще можно делать? Валить. Что? Пофигизм – хороший вариант, на самом деле, да. Мы помним, что нас не убьют. Это завоевание. Что еще можно делать? Попробовать варианты, которые иногда я пробую, потому что все равно, да, там типа… Можно чувствовать себя свободным. Тоже хорошо. Да. А можно извлечь какую-то пользу из катастрофического проекта для себя лично? Ну, как бы, вот работа над ошибками, да, он же проект один, да, и иногда ты, как бы, я могу сказать, что в паре случаев, да, мы действительно извлекли большую пользу из безнадежных проектов, но только в тех случаях, когда потом удалось заглянуть за дворки, да, там представители клиента оказались потом нашими друзьями, мы узнали информацию, как все было на самом деле, что где происходило, или мы там тебя угадали, тогда можно собрать все стороны. Чаще всего ты не видишь части всего происходящего, да, и очень трудно учиться, будешь учиться на основе своих домыслов, потому что нет пруфа. Но что мы можем укрепить даже на выходе из самого тяжелого, безнадежного проекта? Правильно. Кто, например, укрепил сильно свою репутацию в безнадежном мероприятии? Присутствует здесь чаще. А из эпических, все знают примеры из истории? Ну, натянутая. Ну, не знаю, я более романтичен. 300 спартанцев укрепили? Укрепили, да? Вот, ну, до сих пор о них вспоминают, как бы... Они сейчас говорят, а нас нет. А в чем было их величие? В том, что они умерли? Они продержались, да? Кто не знает страну? Я не знаю ни одной страны, которая бы не делала из каких-то своих поражений великих побед. Я извиняюсь, там музыкой навеяло, но меня всегда потрясало как бы все эти вот обороны Севастополя, когда-то там Российская империя. Ну, там, блин, этот город сдавался всегда. То есть, в конце концов. И тем, и другим ни один раз не удержали, да? Но героизма в истории написано дофига, да? Кто пишет историю? Выжившие. Потому что в большинстве битв двое победителей. Кто победил в Бородинском сражении? И те, и другие. У французов это Великая Победа. У русских героическая ничья. Ну, вот. Ну, то есть, и вот сколько там, типа, путешествуют там по Польше, там, типа, по Германии и так далее. У всех, у всех есть какие-то истории про эпические фейлы, на самом деле, итоговые по результатам, в которых воспеваются герои. Вот большинство, последний призыв, да, когда катастрофа неминуема, на самом деле, большинство из нас почему-то старается избежать ассоциации с этой историей. То есть, ну, быть тише воды, ниже травы, не привлекать все внимание, там, типа, не рассказывать о своих фейлах, да, там, самые популярные конференции, где все рассказывают об эпик фейлах, только на них очень трудно собрать докладчиков, потому что никто не любит об этом рассказывать, да, а всем, а всем очень нравится. Но на самом деле, люди, которые не стесняются рассказывать об эпик фейлах, как бы, да, они выглядят очень крутыми, битыми, стрелянными, их потом любят там начальники, думают, что они снова не ошибутся. Не-е-е. Вот, ошибутся, конечно, но будут такие же бодрые, вдохновляющие, да, и, как говорил Черчилль, да, там, типа, там, да, главное это двигаться от одной неудачи к другому, да, воодушевленному и вести за собой. Это и есть, в общем, роль политика, да. Вот, вот, это очень важный момент, да, что, вот вы помните, что вы не умрете от этого, от чего-нибудь другого вы умрете, да, от фейлов в разработке софта вы не умрете, да, дальше вы должны демонстрировать, там, здоровый дух и так далее, да, еще очень важно, если вы сразу поговорили об этом, привлекли внимание, да, и уже все смирились с тем, что в проекте хорошо не будет, будет плохо, но вы мужественно сохраняете лицо и репутацию или еще что-нибудь, вам будут сочувствовать, вас будут уважать перед вами, чувствуя новатыми, вы откроете новые двери и так далее. Духом, да, если вы не боитесь этой ситуации. Вот, очень интересно, что я редко наблюдаю подобное, казалось бы, рациональное поведение, да, там, типа, в реальной жизни. Вот, хотя, в общем, ситуация неминуемой катастрофы, она простая, и вы в самом начале перечислили, можно поэкспериментировать, можно делать все, что угодно, результат все равно один. Это страшно интересно, страшно весело, как бы, да, но большинство почему-то, там, типа, парахтается, переживает, стрессует, давление мучается, экзема, еще чем-то. В общем, это на самом деле все, что я хотел сегодня рассказать, да, это немножко про те парадоксальные вещи, которые вы гораздо лучше разберетесь, если почитаете книжку. Это последнее напоминание, да, и на самом деле у меня уже даже минус пять минут, но на один вопрос я могу спросить отлично, да, но она продается в онлайне, и на английском, и на русском, как бы, я подозреваю, что скачивается, да, я напишу книжку, я ее буду продать, таким образом, да, пока чужие, проще про них порассказывать, и личное дело у каждого, что будет дальше. Вот вы показывали, да, много примеров, там, где работают традиционные, нетрадиционные подходы, и как стоит делать, и как не стоит, но может чуть длинно будет звучать вопрос. Есть компании, которые достигают большого успеха, как бы, с традиционными подходами, я, грубо говоря, воспитан на этих, да, традиционных подходах, там, SWOT-анализ, там, 5 сил портера, там, и так дальше, и компании такие успешные, как там, Apple, SpaceX, те же самые, как Nizan, там, Accenture, они ставят перед собой какие-то планы, показывают эти планы инвесторам, и с достаточно высокой точностью их добиваются, и зачастую там есть какой-то человек, планирующий, принимающий решения, ответственный, и дальше это все спускается, потому что, если нет принимающего решения, нет ответственных, и все вместе что-то делают, то очень часто из-за людской природы, да, нет результата, и нет ответственных, то есть, а есть ли какие-то примеры компаний у вас, которые действуют не с традиционными, и при этом добиваются большого успеха? Да, наша, да, то есть, то есть, как бы, да, да, вот, вот, это, да, 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 нет, нет, безусловно, как бы, да, все компании там существуют, добиваются успеха, и так далее, я просто, ну, что интересно, да, традиционными способами можно, безусловно, добиваться успеха, я не знаю на самом деле, насколько традиционные методы обеспечивают этот успех, или он возникает вопреки, да, что интересно, в нашем случае, избегая традиционных механизмов, можно добиваться тоже достаточно долго, стабильного, приличного результата, что отнюдь не доказывает, что традиционные методы плохи, что отнюдь не доказывает, что наши методы хороши, оно всего лишь показывает, что нет однозначной корреляции между исполнениями традиционных методов успехов может быть успех возникает по определенным причинам а методы применяются по другим причинам тоже все думают что их надо применять надо включать рациональное мышление понимать применяете ли вы их правильно потому что правильно осознанно глубоко применять традиционные методы очень хорошая идея но их применение само по себе ничего не обещает я могу я могу сказать что вот есть хорошее исследование да к сожалению она сделана там не на там мировом материале там российском какая компания если капси и марк розин автор написал книжку я забыл название да но он там сравнивает компания оппортунистические которые занимались чем попало да с компаниями которые были сфокусированными правильными и так далее и приводит примеры вот и я могу сказать что компании которые они обе выборки показывают хорошие компании с успешными финансами плохие компании они они есть всякие да есть те кто делает системно типа действует бессистемно да и те и другие добиваются успеха примерно в равной степени просто одним нравится так другим нравится по-другому я вам сказать что там на западе считается компания должна заниматься тем чем умеет заниматься это кажется истиной не знаю там в корее или в японии компании за меня занимаются всем подряд образуют огромные конгломераты чаще всего официально потом это запретили стали делать неофициально потому что у них очень важно клановости им так удобно то есть и тот же самый там не знаю да у какая-нибудь компания которые делают там все от проводов до холодильников или компания brother который делает ровно три вещи которые умеют делать лучше всего да это машина для караоке швейные машинки и принтеры больше ничего очень успешная компания хороший что общего между этими три анатомы ничего вот про просто они а начинали они сделать того что шляпу соломенные то есть и все что их родни со шляпами это всего лишь преемственность людей которые принимали решения да там то есть я просто говорю вот сама эта книжка там типа да нас нас не учит применять одни магические рецепты вместо других она просто нас учит каждый раз думать о том что есть выбор и о том что нужно проделать правильные ментальные упражнения чтобы осознанно выбрать между тем или иным инструментом осознанно его применить а какой инструмент будет конечно такая медицина лучше китайская или западная традиционная или нетрадиционная в китае традиционная медицина китайская у нас традиционная медицина не китайская ну какая из них лучше да это и друг китайцев много судя по всему их медицина тоже работает вот поэтому я ни в коем случае не хотел сказать что есть какой-то секрет как я хотел сказать что он имеет смысл всегда думать о выборе, всегда его делать, всегда анализировать все с разных сторон, это позволит избежать ошибок. Почему? Потому что мы, конечно, видим компании, добившиеся выдающегося успеха. Почему они добились этого успеха? В силу случайных причин или в силу последовательных усилий, мы не знаем. В той же книжке Канемана описывается, что корреляция между грамотностью руководства и успехом компании порядка 60%. То есть влияние, безусловно, есть, но не сильное. Может ли руководитель привести компанию к успеху гарантированно? Заведомо нет. Слишком много факторов на все влияет. Может ли руководитель развалить компанию? Заведомо да. То есть роль руководства сложная, на самом деле, в управлении компаниями. Там ответственность большая. Руководство есть сумасшедшее, рестейкерское, которое иногда приводит компании к высшему результату, но гробит много компаний по пути. Мы не видим те компании, которые погибли, которые разорились и так далее. Мы видим только те, которые добились успеха. Судить о том, что только про те компании, которые написаны книжки, в которых написано, как они все правильно делали, потому что просто академики шли исследовать компании, которые были успешными, когда-то написали про них книжки. И люди там, скорее всего, в интервью рассказали им, как они использовали правильные инструменты, а где там было гениальное озарение и почему поддержали правильного человека, как бы, да, и было это просто везение или прозрение, узнать обычно задним числом очень трудно. По моему опыту, любой успех через два-три года имеет в пять раз больше причастных к нему, чем имел исходно, когда это еще не было известно, успех это или не успех. Неудача, она произошла сама по себе, там никто и рядом не стоял. Мы переписываем свое прошлое, мы его перепридумываем, мы его форматируем. Об этом тоже книжки убедительно написано, почитайте. Поэтому спасибо большое за последний вопрос. Действительно, там, традиционные инструменты, они намного лучше, чем просто бессмысленное, беспощадное управление, базируясь на своих каких-то мыслях, желаниях, еще на чем-то. Но кроме них есть еще очень много всего в этом мире интересного, что может помочь, и что может помочь эффективнее, потому что в книжке описана хорошая тема подмены вопроса. То есть, когда наша система один всегда пытается нам дать ответ на более простой вопрос. Акции какой компании надо покупать? Надо покупать акции компании, у которой акции недооценены. А все хотят покупать акции хороших компаний интуитивные, потому что подменяется вопрос. Нигде эффективное вложение, как делает профессионал в инвестициях, на мысль о том, что компания хорошая. А если человек будет покупать только акции хороших компаний, он может нажить в состоянии? Да безусловно, большинство хороших компаний дорожают, становятся хорошими. Ничего нормально. Добьется ли он максимальной эффективности в среднесрочной среде? Нет. Может ли он разориться? Безусловно, потому что самые дорогие акции самых растутых компаний иногда падают. Если он будет неосторожен и все положит в одну корзину, он скорее всего проиграет. То есть, вот таких примеров вы увидите в книжке тысячи, да, мне пересказывать ее за него бы у меня 3-4 дня. Но это то, почему я пытался вас просто поинтриговать, попросить на это смотреть. Естественно, я был немножко провокационен в оценке инструментов и всего, чтобы просто, ну иначе, чего там, уровень новизны вы не оцените иначе.